всем привет рассмотрим портфель анны я отсортировала по свежим посмотрела весь портфель и давайте вместе посмотрим поподробнее самое первое что я вижу очень много миленьких паттернов не все очень похожи между собой они сделаны в едином стиле в едином цвете на одну и ту же тему и можно было бы их конечно раскидать по времени не грузить всем таким скопом а немножко подождать раскидать чередовать с какой-то другой темы или с этой же теме но скажем там с какими-то макетами или с какими-то элементами наборами хотя сами по себе они очень хорошие миленькие вам удаются такие вот персонажи милые это хорошо вы можете на них делать ставку тема очень хорошая я вижу что это тем с нашего марафона замечательно ее можно еще семиллярить и конечно лучше паттерны превьюшки для паттернов делать более вытянутые то есть как например как как например 2 паттерна то есть два квадратика поставили вытянули и это будет более выгодно для вас потому что выдачи стока это займет больше места и ваш паттерн будет более заметен если будет вытянутой по горизонтали элементы хорошие есть такие места где по тону немножко пропадает вот например здесь рука сливась с телом собачки такие моменты у вас есть в портфеле еще их немного но они иногда бывают попадаются тема замечательно я бы на вашем месте и еще посимилярила так руки вот по этим рукам я могу сказать так несмотря на то что это стилизация все же основные принципы построения анатомия построения человеческой ладони кисти кулачка все-таки нужно сохранять вот здесь вот сложно сказать что происходит почему здесь палец толще чем здесь то есть вот такие моменты нужно повнимательнее немножко немножко повнимательнее к ним относиться потому что человек когда смотрит он все равно видят что ну что-то его смущает он даже может не понять что именно но что-то здесь не так ну это такие тонкости моментики такие небольшие в целом тема хорошая исполнение тоже хорошая ну вот если поправить какие-то небольшие моменты будет хорошо симпатичные милые паттерны я вижу что вы паттерны делаете все такие по упрощенной схеме просто разместили элементы все не вращайте их не крутите но можно было бы и по разнообразии немножко паттерны поделать то есть из этих же самых элементов можно сделать например взять опять же просто собачку и один элемент но покрутить его под разным углом и у вас получится еще один паттерн и вы его опять загрузите а может быть даже и не один продолжаем смотрим новый год китайский хорошие по цвету хорошо персонаж забавный все здесь нормально эти диски какие-то раскраски то тоже хорошие может быть можно их сделать чуть-чуть поярче ну раз они для детей хотя по цвету они неплохо смотрятся но может быть и имеет смысл сделать поярче отличный набор хорошие элементы отдельно все хорошие можно было бы чуть-чуть более вытянутой сделать чтобы элементы были покрупнее представлены на превьюшки в выдаче вот здесь вот паттерны немножко грязноватый то есть по цвету во первых немножко слилось по тону вот зеленый и цвет вот этих вот вот раз два три невкусный немножко цвет то есть как бы поискать еще вот здесь лучше хотя они похожи как бы но все равно поискать по цвету можно было бы здесь тоже цвета не очень медицинские они вроде бы и должны быть голубые там синий зеленый фиолетовые но они ножка какие-то даже в общем их еще бы поискать посмотреть тема отличная вот эта тема замечательная медицинская ее можно еще немножко по развивать ну конечно такой паттерн из косточек это явно не медицинский какой-то уже хлоунский но в общем-то и неважно элемент есть вы из него сделали паттерн правильно отлично так и надо из всего из всего делать паттерна из каждого элемента можно эту тему еще развить посимилярить так колесенок вот эти штуки хорошие могут быть так адвент календарь да красивый по цвету красиво жалко что такие хорошие элементы вы их мелкими такими сделали нужно тоже было посимилярить или на следующий год может быть посимилярить и ну кстати новый год покупают круглый год так вот эти пропустила я там они были в наборе они классные все их тоже нужно семилярить будет обязательно так вот мы дошли до лисенка с лисенком самим все в порядке но вы его поместили на такой фонд что он у вас здесь теряется очень жаль но вот например даже вот на таком фоне или на белом ну наверное даже вот на таком лучше всего то есть перемудрили немножко с фоном хотя он мог бы быть более яркий у вас более такой привлекательный то есть он фон даже вот этот синий это лучше поконтрастнее то есть этот фон он его немножко забивает не улучшает делается к более скучным так медицина пошла лечение простуды до народными средствами и медицинскими фармакологическими ну тема хорошая можно тоже немножко развивать тоже здесь немножко по цвету не вкусненько этот зеленый так геометрические здесь паттерны немножко не уравновешенные есть некоторые например вот этот вот здесь вот много воздуха здесь прижата то есть можно было бы внутри паттернов немножко еще поработать но это для вас не характерно в основном у вас паттерны хорошие вы их распределяете то внутри элементы хорошо неплохо так праздники специфические очень узкие пошли хорошо здесь немножко тоже по тону как бы можно было сделать поярче еще немножко теряется но в целом неплохо персонаж хороший персонаж можно семиллярить с буквами порядок в данном случае с буквами хорошо сложилось с надписями возможно вот здесь немножко крупновато вот в данном случае можно было просто помельче сделать буквы вот но в целом они сюда подходят эти такое начертание букв хорошо так вот эти вот штуки непонятные такие они у нас на холом наверное на были забавные такие они хорошие вот эти вот геометрические паттерны вообще супер их можно еще немножко посимиллярить сюда конечно шрифт вот такой вот немножко странно ну слишком крупный может быть он еще вроде неплохой но может быть крупновато теряются вот эти вот интересные там элементы сами по себе хорошие вот эти паттерны макета их можно еще посимиллярить яркие такие цвета немножко такие сумасшедшие чуть-чуть праздничные новогодние хорошие с ними можно еще поработать вот они все вот они хорошие вот эти все немножко безумненькие такие но классные а очень много паттернов вот с этими вот элементами глазастыми значит вам удаются но я уже говорил персонажи вам нужно на них делать акцент паттернами порядок вот здесь с паттернами все хорошо единственное что как я уже сказала вы боитесь их вращать элементы внутри то есть если вы будете вращать еще под каким-то углом разным у вас будет еще словом говоря столько же паттернов сколько есть но по цвету некрасиво здесь что по цвету немножко посмотреть отдельный элемент хорошо таких штук можно тоже сделать побольше если вы умеете в качестве фонов если вы делаете их быстро если вы умеете их делать быстро вот так скажем тоже здесь по цвету немножко нехорошо слилось так давайте посмотрим что у вас с литтерингом очертания отличные все хорошо но в данном случае вы сделали как бы стикеры и вот здесь конечно бессмысленно вот эти внутри дырочки вот эти отверстия они они не нужны они просто делают более дробным изображение они не помогают не объединяет делает только хуже то есть условно говоря вот если посмотреть вот здесь лучше а потому что нет вот этих вот синих дырочек грубо говоря да то есть если бы вы сделали обводку толще они у вас пропадут или пусть обводка остается такая но вы их прям просто насильно возьмете и здесь здесь закрасить и белым и вот это конечно все надо присоединять объединять потому что иначе ну просто очень дробно выглядит а сами буквы сами само начертание сами композиции литтеринга хорошие можно продолжать развивать литтеринг вам удается плохие макетики вот это тоже хорошая очень тема темы у вас все хорошие тему вы выбираете хорошие и в общем то даже и представляете их достаточно можно конечно и побольше но все равно вы этим представляете неплохо и паттерн у вас много вот пропало да немножко здесь стаканчики потерялись на белом фоне вот конечно если вы будете больше 7 7 лярить будет лучше тем более если вот такие вот удачные элементы у вас получаются хорошие их конечно лучше побольше по 7 лярить по цвету неплохо есть вот провалы вот например вот здесь вот этот серый какой-то грязно-серый там какой туда не улучшает он вот эти элементы сами по себе они яркие хорошие а он их портят ну такой редко встречается в вашем портфеле по литтерингу сказала все хорошо вот такая ретро тема хорошо вот эти капельки да если это капельки их лучше конечно вытянуть в набор в горизонтальный потому что сейчас они непонятно смотрится то ли паттерн то ли что то есть лучше вытянуть и еще было бы вообще хорошо подписать что это набор капелек ну или что так как какой-то текст добавить вот опять одинаковые изображения идут подряд лучше их конечно раскидать по времени такой хлоун необычные цвета такие необычные очень хорошо красиво смотрятся хорошие но для набора вот здесь конечно немножко вы можно было бы сделать поплотнее чуть-чуть было бы лучше по компоновке чуть-чуть покомпоновать поинтереснее можно было так паттерны хорошие ну вот здесь непонятно конечно почему-то только воздуха много в этих местах так понятно тема хорошая но вот это тоже непонятно почему тут все так извивается читабельность теряется ну пусть будет эти классные штуки тоже персонажи их можно использовать и в других темах то есть может быть даже как детскую тему их какие-то детские может быть баннеры там поделать макетики какие-то может быть имея ввиду для детской тема может быть с каким-то фонами там яркими поэкспериментировать можно так косметика хорошие паттерны хорошие тоже можно было бы их ну вы все паттерны делаете квадратные я уже говорил лучше делать конечно более вытянутыми тема хорошая тоже можно тоже ее развивать еще по семи ну вот в такой ретро в ретро таком стиле нужно быть аккуратным все таки с цветами потому что да у них цветовая гамма специфическая но все равно нужно не проваливаться чтобы было все таки красиво надо стараться элементы хорошие тут тоже потом пропала ты тут что тут у него давайте посмотрим дальше пропал вот здесь животик до беленький или его надо серым сделать или как-то этот вопрос решить теряется форма пропадает да сами они хорошие по себе вот если вы делаете переходики градиентные смотрите чтобы на переходе и не было вот таких грязных коричневых каких-то прям грязный прям цвет получился нехорошо сами по себе они очень замечательные миленькие и по форме красивый по цвету они были бы неплохие вот если бы не было вот этого грязного здесь перехода такого очень хорошие элементы нужно их использовать еще дальше фоны тоже можно делать побольше их делать и по длине и по более вытянутой какой-то формат чтобы был не только квадратный хорошо хлоунские эти элементы тоже сами по себе очень замечательно в набор немножко хаотично положили не сложилось как набор возможно здесь какая-то надпись могла бы помочь объединить то есть они как-то немножко еще фон может быть такой конечно не очень вкусный сами вот эти штуки отдельно сами по себе они классные хорошие тоже ну понятно что сейчас хлоун уже не вовремя будет но на будущее можно будет их взять и по семиллярить следующий год хотя хэллоуин тоже иногда покупают и в течение всего года конечно бессмысленно выгрузить уже сейчас так как ремарочка такая фонов можно сделать много если вам их они быстро удаются можно делать такие черные цветные то есть вот пример взяли в два раза вытянули покрасили в какой-то цвет еще раз можно загрузить то есть фонов может быть много это хорошо так ну вот такая стилизация наверное уже устарела стилизация человека ну мы уже приближаемся наверное к началу портфеля ты более старая работа ну вот здесь со шрифтом конечно не очень удалось вот здесь хороший шрифт вот здесь хороший а вот здесь не очень вот в этих вот макетах давайте посмотрим дальше день благодарения хороший немножко фон вот здесь вот подводит чуть-чуть бы его как-то немножко что ли даже не знаю посветлее что ли поярче ли элемент отличный сами по себе очень хорошие буквы посмотрим но вот такие хорошие так дальше к тумберфест тема хорошая да такая стилизация уже не актуально нужно стилизацию конечно сейчас пересматривать посмотреть что там в топах сейчас а вот эти хорошие такие вот элементы тоже можно сейчас брать и для каких-то еще других тем еще раз можно взять и посемилиарить ну да здесь просто стилизация уже такая не годится уже по цвету здесь не очень хорошо но я понимаю что мы двигаемся к началу работ то есть а вот эти вот классные вот эти персонажи их здесь портит шрифт причем практически везде он их как-то делает проще то есть они вот эти вот вот это вот это классная они все классные вот это вот это то есть если их отдельно брать вот эта штука они все супер замечательные но их нужно еще проработать если взять отдельный набор да и даже вот здесь вот на фонах вот такими вот фрагментами как бы да что ли вот они классные и это вот было бы были бы вообще замечательные постеры вот сюда добавить какой-то текст но какой-то другой текст это нужно искать потому что вот в данном случае сейчас они просто теряются пропадают и вот этот текст и вот такая компоновка их упрощает как бы то есть ними бы еще поработать и их можно не обязательно на холом их можно взять просто как детские персонажи для того чтобы ну да вот вы их здесь берете для праздника дня рождения то хорошо их можно и для дня рождения и вообще как детская тема их нужно еще по семлярить они классные сами по себе замечательные вот такая вот хорошая техника если получается можно тоже в ней поработать в любой теме пиктограммки очень мелкие конечно здесь ничего не понятно можно было бы закомпоновать чуть-чуть по-другому было бы лучше но люди такие уже не актуальна такая я уже сказала а вот эти тоже классные их тоже можно еще куда-то пристроить медицинская тема всегда очень хорошо здесь еще поля не делали да то есть эти элементы тоже можно сейчас вытащить и куда-то там медицинскую тему их еще раз посимилиарить может быть какой-то возьмете еще сузите медицинскую тему какой-то и туда они вам пригодятся а вот такие вот вот таких персонажей можно взять и на день матери или там еще какие-то темы может быть придумайте еще раз посимилиарить может быть без листочков без этих то есть каком-то другом окружении антуража или вообще без всего с другим текстом или вообще без текста то есть еще можно посимилиарить мусор тоже отличная тема тема у вас всех а а хорошее вот здесь закомпоновали не очень удачно вот это вот здесь вот уголочек пустой то есть можно было бы немножко подвигать давайте посмотрим, как вы описываете ну так не годится это очень короткое описание нет, описание должно быть более подробное давайте еще посмотрим описание ну везде вы прям жатничаете так нельзя, нужно описывать поподробнее так, давайте посмотрим, как вы собачек описываете смотрите вот эти вот артикли вот эти Э, Н, Д их не нужно они замусоривают и сами стоки говорят, что их не нужно использовать, потому что поисковая машина их все равно не читает они замусоривают описание и, конечно, нужно описывать ну, например, это об усыновлении животных да, или как это по-русски называется вы так и можете прям писать что вы здесь написали а вы описали просто, что вот собачка и кошечка в коробке да, и вот это усыновление приют как-то по-русски звучит а можно поподробнее описать во-первых, что это ну, что это собачка вы там писали, что это корги да, вы можете написать что собака по роду корги сидит в коробке ждет усыновления ну, то есть ну, что так такое более, что она милая что она дружелюбная она же улыбается у вас и котик тоже то есть то есть как-то немножко их поподробнее описать и, например, для чего это вы сделали этот паттерн можно указать ну, например для там, я не знаю для упаковки для обертки там чего-то ну, то есть для чего-то для чего-то что вы это сделали нужно вот это вот все расписать поподробнее конечно, нужно стараться добивать до 200 знаков и по ключам но по ключам мы на шаттер не посмотрим по ключам нужно добивать до 49 если вы на доп грузите вот, то есть стараться прям использовать по максимуму все возможности которые дает нам шаттерсток потому что это каждый раз дополнительный шанс попасть в выдачу покупателю сами штуки классные сделали вы их замечательно тема отличная ну, нужно, конечно описание поподробнее делать ну что, Анна мы посмотрели ваш портфель он хороший я желаю вам дополнять его новыми темами чуть-чуть побольше семиллярить чуть-чуть побольше по разнообразней делать паттерны все у вас идет отлично я желаю вам удачи на стоках хороших продаж всего доброго сегодня рассматриваем портфель на Adobe Stock автор Julia и первым делом я вижу работы с нашего марафона наших марафонов кстати, вот про этот набор я хотела сказать отдельно он у вас получился очень классный особенно когда вы его помещаете на синий фон очень красивый цвет сочетания вообще серия вот эта вот очень классная получилась отлично ее нужно еще побольше посимиллярить еще время до Нового года и есть до Рождества так что можно над этим поработать ну, возможно вы, конечно еще не все загрузили но, тем не менее что касается вот этих вот линейных таких лайн-артов они хорошие у вас но вот когда вы рисуете вот такие вот плавные линии они и должны быть плавными то есть есть смысл немножко их погладить подредактировать хотя бы инструментом сглаживания чтобы они все-таки были немножко такие более элегантные что ли потому что вот этот стиль вот он подразумевает такое и, ну, мы с вами об этом говорили на марафонах на марафоне что, конечно лучше линию выдерживать вот здесь вот в новых работах вы это уже делаете выдерживать толщину линии единую очень красивое цветовое сочетание вы для Дня Благодарения выбрали вот эту вот серию у вас будет есть некоторое ощущение что чуть-чуть морочновато получается вот с этой вот подложечкой вот с такой серенькая такая какая-то по цвету красиво но немножко хотелось бы может быть даже чуть-чуть попраздничнее что ли вот отдельный элемент у вас очень хороший правильно делайте что грузите их отдельно и отдельно и потом набором правильно так и надо так по буквам ну в общем-то такой вот рукописный шрифт годится подходит единственное что здесь вы поместили на такую деревянную фактуру она конечно перебивает ее можно немножко приглушить с тем чтобы буквы лучше читались сейчас читабельность уже немножко теряется или сделать единым цветом таким темным будет лучше читаться такое небольшое замечание день благодарения отлично здесь все хорошо паттернов маловато да вот паттерны я вижу вот из той серии которая вам говорила хорошо ну паттерны вы умеете компоновать внутри все хорошо достаточно гармонично наборы делайте в горизонтальных композициях хорошо бесшовный баннер такой да отлично семиллярити хорошо так это все тот же самый набор с бантиками хороший тоже вот этот с бантиками здесь немножко теряется белый надо его как-то заменить или фон заменить вот тоже красиво по цвету но немножко с бантиками Даже темнее, чем вот этот, например, да, здесь белый такой делает яркой вот эту чашечку. А здесь как бы сдержано. И когда вы их помещаете вот так в один набор или в один паттерн, как здесь, получается, что у вас как будто какой-то элемент главный, а вот эти вот, они как будто бы в тени находятся. И это немножко, во-первых, сбивает композицию, потому что у вас вот здесь белый, здесь белый есть. А на этих элементах нет, вот на этих. И получается, что здесь как бы немножко проваливается. То есть лучше все-таки в таких случаях выдерживать единую вот эту вот контрастность светлого и темного. Хотя сами элементы по себе, они очень красивые, они очень хорошо, гармонично смотрятся. И этот отдельно, и этот. Но рядом они немножко, как бы вот этот забивает, у которого выше контраст, он забивает тот, который более такой вот сдержанный. Вот это красивый очень паттерн. Я бы на вашем месте таких сделала много. Возможно, вы их уже сделали, просто не загрузили. Очень красивое цветовое сочетание. Вот этот вот стиль такой ручной, трендовый, очень хорошо. И в линиях он же хорошо смотрится. То есть вот таких вот каких-то панов, рамочек, всяких паттернов. И из этого рамочек, всяких веночков нужно сделать много. Потому что они классные, замечательные. Так, бантики. Вот про это я говорила. Вот здесь вот, видите, хочется немножко как бы погладить эту линию. Она чуть-чуть ломаная выглядит. Как бы немножко неаккуратная. В таком стиле это важно. Хорошие. И вот в таком вот, кстати, исполнении тоже хорошо. Когда какие-то цветные, как бы тут даже немножко неоновые светятся. Ага, вот эти рамочки пошли. Да, отлично. Их можно сделать много. Но вот на таком фоне, конечно, это уже не так ярко, привлекательно. Они должны быть, такие паттерны тоже. Пусть они будут. Может быть, вы их даже потом в набор соберете. Несколько паттернов на разных фонах. Или наоборот, все элементы там на синем фоне. И все элементы на таком фоне. И вы соберете их в набор. Тоже можно. Ну, вот на таком сером. И вот на таком сером, конечно, теряется. У вас там были на белом эти веточки. Они, конечно, лучше. Ну, я понимаю, вы из-за вот этого светлого, наверное, добавили фон. Но не очень удачно. Потому что не очень вкусно получилось этот сочетание зеленого вот с этими вот фонами. Немножко серенькими. Так. Отлично. На белом тоже хорошо. Такие паттерны тоже сделайте. Их побольше. Много. Бантики, веночки. Это все хорошо. Это все пригодится. Ну, темы вы выбираете хорошие. Можно побольше семи лярить, конечно. Хорошо. Правильно, что компонуете и маленькие наборы, и большие тоже заливайте. Один набор, да? Длинный. Хорошо. Так. Ну, вот такое начертание букв хорошие. Хорошие. Можно. Красивые лайн-арты такие. В некоторых местах у вас они тонковаты, как, например, вот здесь. Вот эта вот гвоздичка. Она совсем тоненькая. А вот если вот когда много линий, такая тонкая линия уместна, а вот где такая лаконичная, можно было толщиночки добавить чуть-чуть. Так. Все хорошо. Тоже хороший паттерн. Ну, паттерн у вас все хорошие. Вот здесь, конечно, хочется, чтобы линия была одной толщины на конечках. Смотрим дальше. Так. Есть такое ощущение, что немножко зажимаете элементы. Ну, давайте посмотрим. Можно чуть-чуть воздуха добавлять, хотя бы слева-справа. Чуть-чуть фона белого можно добавлять, чтобы как бы посвободнее предмет там чувствовал себя. Хорошая тема. Мусор. Переработка. Вот эти тоже яркие паттерны, а вот эти немножко мрачноватые, грустные. Они по цвету красивые. Сочетания сами по себе хорошие. Но все-таки немножко грустные. Я бы на вашем месте еще сделала такие же, но какой-то цвет немножко поискать можно, чтобы было прям сочно. Это красивое сочетание. Хорошее, яркое. Елочки тоже. Так. И это все вы потом в набор соберете, правильно? Я понимаю, в один длинный. Такие фортики тоже могут быть. Тоже их потом в набор. Они отдельно все. О, сколько бантиков. А вот это один набор, да? Отлично, длинный. Какой длинный приняли? Отлично. Очень хорошо. Заметно будет выдача. Так. Лайн-арт можно вам продолжать делать. У вас он хорошо получается. Единственное, что вот про линию, я вам что сказала, нужно все-таки выдерживать общую толщиночку. Хорошо. И вот эти акварельные тоже хорошо. Немножко бледновато вот эта серия. Ну, возможно, в такой теме это и допустимо. Елочки. Фоны. Хорошо. Фонов много надо. Фонов и паттернов. Чем больше, тем лучше. Вот на этом фоне очень красиво. Ну, это та же самая серия, о которой я вам уже говорила. И на синим, и на зеленом. Вот на этом. И вот на таком, и на белом. То есть они хорошо. Ну, самый эффектный, конечно, на синим. Самый такой. И сочетания такие праздничные, и яркие. Очень хорошо. С леттерингом надо еще поработать. Вот здесь вот с таким. Надо поработать. Тоже в таком тонком исполнении имеет смысл делать линию одной толщины. Потому что если утолщать, то в определенных местах и более заметно. То есть этим нужно заниматься. Это нужно немножко поизучать. Угу. Хорошо. Очень хорошие вот эти вот элементы. Вот набор, да. Ну, конечно, неудачно то, что он в квадрате здесь закомпонован. Такие фоны. На них, кстати, тоже можно какой-то текст добавить, еще раз загрузить. Ну, может быть, через какую-то плашку там светленькую, например. Вот этот вот стиль тоже трендовый. Хорошо. Тема хорошая. Ну, мы знаем уже, что она у вас и продается. Темы вы хорошие выбираете. Недостаточно у вас вечных тем и праздников. Недостаточно праздников. И такие, как день рождения, например. Можно тоже посмотреть, какие у вас элементы есть готовые. Может быть, что-то готовое взять. И создать тему день рождения или какие-то другие поздравляшки. Ну, или нарисовать новый набор. Ну, вот семиллярити хорошо. То, что много паттернов из тех же самых элементов. Хорошо. Подряд, наверное, не стоит их грузить. И вот эти тоже. Ну, любую тему не стоит вот так вот грузить подряд. Вот такие похожие элементы. Все-таки лучше разбивать по времени. Вот здесь надо быть очень аккуратным, чтобы при искажении не пропадала читабельность. Потому что это самое важное в тексте. Чтобы мы все-таки могли почитать. Прочитать то, что написано. Это самое главное. Вот. Ну, и тоже загрузили все подряд. Так, это набор. А, это отдельный элемент. Тоже набор. Погода. Зонтик. Отлично. Смотрите, чтобы пятнышки не перебивали линию. То есть, пятна красиво. Может быть, имеет смысл пятнами подчеркивать форму. Ну, это, конечно, не обязательно. Можно и так, как вы. Но тогда смотрите, чтобы эти пятна не убивали форму. Потому что сейчас они ее разбивают. И немножко уже, как бы, на себя слишком много берут. То есть, за этим нужно следить. Тема отличная. Вы выбираете. Тоже можно немножко побольше посимилярить. Тема курения. Вреда курения. А вот этот леттеринг хороший. Здесь буквы хорошие. Так, ну, вот здесь, конечно, пропадает форма стакана. То есть, надо как-то выкручиваться. Или фон добавлять. Или стакан чуть-чуть более. Там голубенький или серый. Добавить. Лимонад. Отлично. Так, вот на тему акварельных вот таких вот элементов. Они могут быть и такие. Но есть такое ощущение, что как будто бы, если вы в них добавите какого-то акцента, прям уже на эти же элементы можно добавить, например, какую-то обводку. Или просто какие-то детальки элементами. Как вот, например, вот по такому принципу. Или чуть-чуть просто как-то вот тронуть какими-то линиями. То тоже могло бы быть неплохо. То есть, эти элементы можно опять взять и доработать. Ну, если захотите вернуться к этим акварельным цветочкам. Они неплохие, но им можно было бы добавить контрастности. Сейчас это в тренде, когда сочетаются акварельные пятна и какая-то линия. Хорошо, что делаете много рамочек. Отлично. Тема хорошая. Элементы хорошие. Цветовое сочетание красивое. Здесь очень хорошо. Так, вот здесь тоже, когда распределяете текст по какой-то форме, эта форма должна быть четкой. Потому что и буквы сами по себе сложные, ну, такие они немножко как бы и прыгают, да, где-то тут в каких-то элементах, в каких-то местах. И форма получается у вас нечеткая. То есть, сложно воспринимать. Лучше, конечно, например, четко по овалу распределить, или четко по кругу, или просто ровно. Потому что сейчас они, вот в этом вот, вот в этой иллюстрации, они, конечно, мало того, что плохо читаются, но прочитать-то мы можем. Но они воспринимаются как неаккуратные, что ли, такие. Немножко. Ну, отлично. Простые элементы в паттернах. Ну, вот акварельки вот эти тоже хорошие. Акварельный фон, и из него какие-то буквы. Замечательно. Так, тоже можно набор сделать. Разные эти все слова в один. Очень красиво по цвету вот это. Паттерны. Ну, таких паттернов тоже можно сделать много разных цветов. Чуть-чуть подвигали, цвета поменяли, еще раз загрузили. Здесь немножко, конечно, мрачновато. Как будто бы немножко пылью покрыто, да. Ну, такие сочетания тоже могут быть. Просто вы умеете делать и более гармоничные сочетания. Это видно. Да, и с линиями, и без хорошо. Здесь хорошо добавили. Ну, про лайн-арт такой я уже сказала. Здесь все прекрасно, кроме толщины линии. Тоже хорошие вот эти фоны. Можно тоже еще сделать побольше таких. Приближаемся к концу портфеля. Тоже тема отличная. Можно немножко побольше посимилярить. Чтобы в одной теме у вас было представлено настолько побольше. Вот эти листочки, веточки замечательные. Что-то их мало. Тоже можно взять их и еще раз посимилярить. Ну, возможно, ближе к весне. Может быть, когда уже вы будете рисовать День влюбленных. И там весенние праздники какие-то. Можно будет к ним вернуться. К этим веточкам тоже хорошие. Это тоже отличная тема. И ее тоже можно немножко обыграть по-новому. Добавить каких-то, может быть, линий. Может быть, каких-то вот тех вот лайн-артов, как вы делаете. И еще раз проработать. Еще раз загрузить. И еще раз. И еще сделать семиляров уже в новом исполнении. С этими фонами хорошо. Может быть, красиво. Так, заканчивается. Ну, наверное. Так, сейчас я еще посмотрю, как вы описываете свои работы на новых. Здесь все замечательно. Я так понимаю, вы до 200 стараетесь добивать. Ну, с ключами, по всей видимости, тоже здесь должен быть порядок. 49 ключей располагаются по алфавиту. На Adobe это важно. Потому что первые ключи самые главные. С описанием все хорошо, отлично. Ну что, я желаю вам удачи на стоках, больших продаж. Вам нужно добавлять, ну, конечно, продолжать добавлять такие же замечательные темы, как вы выбираете. Добавлять праздников, добавлять вечных тем. И продолжать в том же духе. Все у вас хорошо. Просто нужно чуть-чуть поактивнее работать, чуть-чуть побольше добавлять. Грузить, грузить и грузить. Всего вам доброго. Успехов вам в продаж на стоках. Рассмотрим портфель автора Сова. Я посмотрела весь ваш портфель. У вас очень много различных тем. Это очень хорошо. Очень много разных техник, разных стилистик. Это тоже хорошо. Но очень мало семилляров внутри одной темы, внутри одного набора. Очень мало семилляров. То есть вы берете, как бы, тему взяли, чуть-чуть порисовали. Ну, не чуть-чуть, но, предположим, сделали набор. Пару-тройку семилляров. Взяли за что-то другое. Сделали тоже самое с другой темой. С одной стороны, это хорошо, потому что вы свое время вложили и сделали много тем. Но, с другой стороны, если, например, покупателю нужно оформить, предположим, какой-то проект целый. Не просто какую-то картинку взять, а целый проект. Какую-то брошюру или на какой-то праздник там что-то оформить. Может быть, какой-то раздаточный материал. Еще что-то, какую-то полиграфию. Ему хочется целый, ну, как бы, сет элементов, целую серию элементов, изображений взять, чтобы просто потом выбрать. Но у него не всегда это получится сделать в вашем портфеле. Поэтому, если у вас сейчас есть на это время, я бы вам рекомендовала взять какие-то готовые элементы и их посимилярить внутри вот этой вот одной стилистики и одной темы. Ну, давайте посмотрим, какие тут у вас есть трендовые стили. Ну, например, вот такие вот изображения абсолютно, если они вам даются хорошо, легко. Абсолютно трендовая стилистика и топовая, и стоковая. Можно брать и развивать в этой же теме вот эти стаканчики и в каких-то других темах. Будет хорошо, замечательно. Набор вот этот отличный. Там будут по нему семиляры, я видела, но тоже как бы не так много, как могло бы быть. Потому что элементов огромное количество, они все хорошие. И по цветовой гамме очень красиво. И вытянули формат, закомпоновали хорошо. Единственное, что чуть-чуть-чуть хочется сюда какую-то надпись добавить. Хотя в целом набор отличный. Где-то я это уже видела, но шучу, конечно, на наших марафонах. Ну, даже вот, у вас есть уже какой-то текст, можно его туда кинуть и загрузить еще раз. Может, чуть-чуть перекомпоновать, чтобы было не совсем сильно похоже. Так, отличная вот эта серия, очень хорошая. Можно ее тоже немножко посимилярить. Хорошая. Так, вот такая стилистика хорошая. У вас много разных стилистик. Я даже не знаю, за что зацепиться, потому что у вас их, у вас нет какого-то вот единого такого вот, ну, как бы что ли, общего стиля. А есть много разных. Такие простые изображения, тоже хорошие, стоковые. Можно в таком стиле работать. Вот такие фоны. Они уже давным-давно в топах, но их можно продолжать рисовать. Нужно только посмотреть, в какие сейчас там цветовые гаммы в топах. Может быть, форматы какие-то выбирать более вытянутые для баннеров там, или еще что-то посмотреть, что там в топах сейчас на стоках. И можно порисовать. Если вы их делаете быстро, то фончики такие, они нужны. Ну, такие тоже градиентные могут быть. Красивая цветовая гамма, красивый паттерн. Компонуйте паттерны вы хорошо. У вас их, конечно, не так много, но взаимодействие элементов внутри хорошее. Воздух, пространство и предметы вы завязываете хорошо. С паттернами у вас порядок. Тоже интересная ручная такая карандашная техника. То есть можно вам взять, зацепиться за что-то и развивать. Пятнышки хорошие. Да, вот елочки. А интересно, они в наборе будут? Их надо сделать набором. Потому что так они могут потеряться, вот эти все елочки, вот эти вот карандашные. И они классные. Да, отлично то, что еще линейные. Хорошо, что и линейные сделали вот эти изображения тоже. Как отдельные, как отдельный набор, как отдельные элементы тоже отлично пойдет. Так, вот здесь вот фон немножко, конечно, подводит. Ну, и тема такая. Ну, тема больше, наверное, все-таки уютная, нежели грустная. А фон грустный. То есть все-таки фоном здесь хотелось бы немножко поиграть поинтереснее. С пятнышками тоже хорошо. Очень много. Темы хорошие выбираете. Ну, и с марафонов я вижу, и какие-то свои вы темы берете. Темы хорошие, замечательные. Да, вот этот серый, вот он здесь портит. Вот этот текст хороший. Вот этот вот, вот это начертание букв хорошее. Вот диско хорошее. Здесь вот не очень. Вот это вот ручное такое. Не очень. Хип-хоп хороший. Вот эта серия тоже отличная. Но я так поняла, она не очень сильно посимиляриливая. Ее можно бы еще развить. Ну, все темы хорошие. Я уже говорила и не раз, что у вас все темы очень хорошие. Их надо семилярить. Все элементы хорошие. По цвету порядок у вас. Все хорошо. Акварелька немножко грязноватая вот здесь вот чуть-чуть. Вот тоже хорошая техника. Вот это, вот это, вот это. Можно тоже в них работать. Вот эта серия хорошая. Тут немножко по цвету пропадает чуть-чуть по тону. Ну, это может быть еще тема такая, конечно. Мрачненькая. Да, вот эта серия очень хорошая. Так. Этрументы. Замечательно. Но очень мало семиллярити. Опять же, повторюсь. И мало паттернов. И мало праздников. То есть, все это нужно обязательно вводить. Ну, паттерны нужно делать из всех элементов. Из каждого элемента нужно делать паттерны. Представляете, сколько вы сейчас можете сразу сделать паттернов? Они же быстро делаются. Прям каждый элемент взять и сделать паттерны. Просто поставили, поставили, покрутили. Добавили еще какой-то элемент. Просто очень много можно сделать паттернов. И из этих тоже. Особенно то, что касается еды. То есть, эти вот упаковки всякие. Они нужны. Да, паттерны все нужны. Любые паттерны, они нужны. И их должно быть много. Немножко зажали здесь бор. Чуть-чуть бы черного добавить по краям. Все элементы хорошие. Тоже можно какой-то текст сюда запустить. Еще раз загрузить. Такой текст не очень хороший. Все не очень подходит. Потому что такая эскизная стилистика. Такая очень-очень ручная. А шрифт такой старательно выведенный. Не очень сюда подходит. Вот сюда здесь лучше. Надо поискать. Еще поработать со шрифтами. Красиво по цвету. Очень хорошая вот эта стилистика. И тема хорошая. Это мате, да? Чай делать. Приготовление чая. Ну, я не вижу какой-то отдельной стилистики, на которой можно было бы... Которой можно было бы отдать предпочтение. Много. Продолжение следует... 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 И тоже нужно сделать с ними семилляры. Потому что они классные. И их должно быть много, чтобы их заметили. Потому что просто вот так вот в выдаче они стоят. Ну, как бы могут просто теряться. Так, я из-за них пропустила. Немножко вернусь. Ну, стилистики трендовые вы выбираете. Такие простые лайн-арты, хорошие. Такие пятнышками такими тоже можно. То есть, ну, стилей у вас много. Даже как-то посоветовать что-то одно вам не удастся. Можно работать в разных стилях также. Продолжать. Так. И вот такие тоже цепочки хорошие. Просто пятнышком. Тоже их надо посемиллярить. Потому что они хорошие. Их надо много сделать. Может еще добавить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Фоны. Паттерные фоны. Такие. Красиво. Компотики. Тоже компоты надо посемиллярить обязательно. Паттерны из них сделать. Вот эта серия хорошая. Вот эта вот такая вот стилистика. Вот эта и вот эта. Они разные. так флагов много очень много это хорошо флагов будет много в общем все отлично продолжайте в том же духе а вот набор до этих цепочек конечно идеально было бы если бы набор был просто вот такой вот длинный прям длинные они потом стали так вот прям по одной в одну высоту было бы конечно это выдачи более заметно можно еще раз запустили загрузить будет такая пасхи все у вас идет хорошо сейчас мы посмотрим как вы описываете работы да такие козявочки тоже хорошо и нефтяника забавно настолько редко такое встречи русскоязычная флаги ну хорошо это хорошо такая тема специфическая узкая вот видите во флагах вы себя представили много тоже хорошая стилистика здесь буквы не очень хорошие сюда не очень подходят такие тоже хорошие цветочки то есть из всего можно еще сделать много изображений много иллюстрации гусары ну здесь я могу сказать все то же самое хорошо продолжайте и не буду долистывать до конца потому что у меня закончились слова я могу сказать все то же самое давайте посмотрим как вы описываете работы по свеженьким посмотрим добиваете до 200 отлично описание хорошее ну я надеюсь и ключей тоже здесь все 50 у вас по теме описание хорошее ну все отлично я желаю вам удачи продаж на стоках всего доброго небольших продаж